Все это началось несколько недель назад. Каждое утро, как я просыпался, я видел, как тюки сена, которые стояли в нескольких сотнях метров, медленно двигались в сторону моей фермы. Я не придавал этому значения. Решил, что это работа местных шутников. В течение нескольких дней тюки почти вплотную приблизились к ограде моей фермы. Я устал от таких шуток и решил просто вернуть их на место. Потратил несколько часов. Я устал перетаскивать их. На следующее утро меня разбудил мерзкий запах. Я зашел в конюшню и остолбенел. Каждая из моих лошадей была обезглавлена. Причем я не обнаружил головы на всей ферме. Я провел весь день, убирая беспорядок и закапывая останки. И только вечером заметил, что тюки сена вернулись на свои места. Я был слишком напуган, понимая, что лошади и тюки как-то связаны. И решил оставить и больше не трогать это чертово сено. В ту ночь я сидел на крыльце с ружьем в руке и кофейником рядом. Я просидел несколько часов, напрягая глаза в сторону поля, чтобы выяснить, кто двигает мое сено. Наконец-то я начал клевать носом и вырубился. Меня разбудил шорох деревьев из леса за полем. Я встал и собирался ловить эту сволочь. Но меня тревожил звук. Обычный человек не мог так гнуть деревья и сдавать шум на полкилометра. Пусть даже была очень тихая ночь. Наконец в свете луны я увидел силуэт, который вымполз из леса. И он был похож на человека двух с половиной метров высотой, который встал раком и шел на четырех конечностях. На четырех длинных худых конечностях. Я застыл, не двигаясь. Все мое тело остолбенело. По коже пробежал неприятный холодок. Это существо будто не замечало меня. Схватило один из тюков с легкостью, понесло его к моему забору. Я решил убежать и запереться в доме, но не мог сдвинуться с места. Эта подошла к забору и поставила тюк вплотную к нему. И пошел за следующим. Когда он брал тюк, он вставал на две ноги и шел, чуть сгорбившись. Силуэт выглядел кошмарно. Худые темные конечности, круглый живот будто бы надутый. Голова похожа на человеческую, но мне детали были не видны. Он должно быть видел меня, но делал вид, будто я его не интересую. И слава богу, что не интересую. Я вспомнил про то, как были обезглавлены лошади. Их голова была как будто бы просто оторвана. Прежде чем уйти в лес, он повернул голову в сторону дома и несколько секунд пристально смотрел в мою сторону. Затем повернулся и молча скрылся в темноте леса. Я еще час сидел и смотрел в сторону леса, потом вошел в дом и не смог уснуть. Как взошло солнце, я осмелился выйти и посмотреть. Тюки были расставлены таким образом, что образовывали почти идеальный полукруг возле моей фермы. Будто бы это существо обозначило свою границу. В эту ночь я быстро уснул, но снились мне только кошмары. И нормально я так и не смог выспаться. На следующее утро тюки были там, где он их оставил. Я попытался разобраться в ситуации. Существо обозначило границу. Я ее нарушил, перетащил в сено. Оно обезглавило моих лошадей, сделав мне предупреждение. Оно прекрасно понимало, что я это пойму. И он знал, что это меня напугает. И я решил, что не буду ходить на его сторону и все будет спокойно. Так и было в течение нескольких недель. Все было спокойно. И вот я решил, что мне пора купить новых лошадей. Я заправил грузовик, чтобы ехать в соседнюю деревню. А ведь живу я на Аджибе. И увидел, что столбы были на дороге. Ехала машина. Я вышел, чтобы повстречать кого бы там ни было. Машина уже начала подъезжать, как вдруг из леса выбежала. Это чудовище. Оно мчалось голубом на четырех конечностях. И настигало машину. Я начал махать водителю, чтобы он увидел его и уезжал обратно. Но он меня не понял. Машина была в метрах двадцати от меня. И оно настигло ее, запрыгнув на крышу и разбив стекла. Машину бросило в сторону. Она заглохла. А чудовище своими длинными руками вытащило водителя. Погняло над собой. И скрутило человека, будто это была сырая тряпка, которую надо выжать. Брызгнула кровь. Человек затих. Оно посмотрело на меня. И я увидел его лицо. Оно было похоже на лицо пухлого младенца. С огромными черными пустыми глазами. Я в шоке стоял, не смея двигаться. Он бросил тело. Повернулся и спокойно пошел в лес. Придя домой, я понял всю безвыходность ситуации. Чудовище решило увеличить свою территорию и отрезало меня от единственной дороги, через которую можно ехать с чертовой фермы. Обойти территорию нельзя, так как с другой стороны находится болото. На машине быстро проскочить не получится. Он догонит. Все равно единственный способ улететь на вертолете. Но я уже устал, знаете, службу спасения. Сначала мне не поверили. Потом я начал вам говорить, что попал в капкан, что истекаю кровью. Но они говорят, что могут направить ко мне автомобиль. Это бессмысленно. Конечно, как у них пропадет автомобиль, они может быть вышить в вертолет. А может, и вышлют еще просто несколько машин. Так или иначе, я не хочу быть спасенным в обмен на несколько смертей ни в чем не повинных людей. Я пишу это сообщение в надежде, что у кого-нибудь есть личный вертолет и что мне поверят и спасут. Сегодня он оборвал линию электропередач. Я завел электрогенератор. Топлива хватит где-то на неделю. А потом я уйду в афоре.